Единственное, конечно, то, что, опять же, пороха были не очень качественные, поэтому оружие должно быть длинноствольное. То есть, допустим, вот эти мушкеты, это еще достаточно короткие, то есть у них длина ствола 80 сантиметров, 85 сантиметров, откровенно говоря, мало. То есть, допустим, голландские, европейские мушкеты, у них длина ствола могла быть и метр двадцать запросто, то есть еще длиннее, там, на 30-40 сантиметров почти. То есть очень высокие ружья. Почему? Потому что, чтобы порох успевал сгорать, то есть, иначе просто часть пороха вылетает, ну, не сгорев. То есть, эффективность она не такая высокая. То есть, если длинный ствол, то лучше, как бы, стреляет. То есть, порох успевает в стволе сгореть. Дымный порох, он не так быстро горит, как бездымный. Поэтому, есть минусы. Ну, и вообще, как бы, там, качество порохов-то было не очень высокое. То есть, если, например, посмотреть тогдашние мерки, сколько они засыпали пороха, ну, как бы, вот, есть же сохранились документы, сколько сыпать, то сейчас-то современным порохом так нельзя делать. То есть, сейчас порох... Ну, не, разорвать не разорвет, потому что черным порохом вообще может весь ствол набить, выстрелить его не разорвет. Просто весь порох вылетит. То есть, он вот до сюда горит, а дальше просто вытолкнет. Он будет гореть уже там, на улице. Поэтому дымным порохом, есть же куча роликов, где можно посмотреть, как люди пытаются дымным ствол, дымным порохом разорвать ружье, и ничего не получается. А без дымным порохом, да, он весь детонирует и разрывает. Соответственно, дымный порох в этом плане гораздо безопаснее. Он сейчас недооценен сильно. Ну, потому что, как бы, главная проблема, почему дымный порох, он мажется. То есть, он достаточно грязный. То есть, вот оружие, вот, выстрели, там, несколько, там, десятки, десять выстрелов, все, уже его надо чистить полностью. То есть, он весь внутри уже закоксовался, там, могут быть осечки. Но, опять же, им же не надо было так много стрелять. У них, вот, допустим, вот, бандолеры, вот, ну, вот у Макса, у него берендейка одета, с деревянными такими бутылочками для заряда. Там у тебя сколько, 12 штук? 12 апостолов. То есть, 12 зарядов. То есть, этого для боя вообще хватало. То есть, больше было не нужно просто. То есть, если ему было необходимо, мог досыпать из пороховницы, как бы, вот. А, допустим, если не берендейка, то могла использоваться вот такая патронная сумка, с бумажными патронами уже. Вот. То есть, там тоже, как правило, могло быть, там, от 8 до, там, 15 зарядов. То есть, больше им просто не нужно было. То есть, могли вообще заряжать, допустим, вот более раннее время, допустим, 16 век тот же самый, там, конец 16 века. Они вообще часто заряжались просто с пороховницей. То есть, у них вообще не было никаких этих патронов. Это вот патроны появились в регулярной армии, чтобы быстрее заряжать. С носика просто насыпается мерка, высыпается в ствол, если ты никуда не торопишься. Вот. Также пуля достается из сумочки пуля, запожевывается, стреляется. То есть, вот в конце 16 века, в основном, так и стреляли. То есть, переход вот к этим зарядам, он произошел тогда, когда, ну, как бы, потребовали в регулярной армии уже, ну, как бы быстро стрелять. То есть, вот прям надо много плотного огня делать. Ну, как бы, дураков-то нет, все очень быстро поняли, что если быстро стрелять, то можно, как бы, быстрее побеждать. Поэтому искали разные способы. Вот одним из способов было, конечно, изобретение бандолера, то есть, с отмеренными зарядами пороха. То есть, в каждой бутылочке в ней отмеренный заряд пороха, а сбоку висит патронная сумка, в ней лежат пули. То есть, он засыпает уже готовый заряд и уже пулю и пушь сует из сумочки. Вот. А следующим этапом стало уже изобретение патронной сумки. Это когда уже бумажный патрон. В каждом бумажном патроне там уже сразу и порох, и пуля, оно все приклеено на клей. То есть, ты просто откусил, высыпал, остальное скомкал. Это получается, что и пушь, и пуль вместе засунул и забил. То есть, это сильно быстрее. Соответственно, там с патрона сумки можно стрелять. Ну, вот уже в 18 веке, там во времена, Петровские времена, да, говорят, говорят, но не то, что это просто там говорят, а это как бы проводились соревнования. То есть, были парни, которые умудрялись за минуту там делать там 10 выстрелов. То есть, это прям, ну, это чемпионы, как бы, ребята такие очень серьезные, очень быстро стреляли. А в среднем в армии считалось там 6 выстрелов в минуту вообще нормально. 6 выстрелов в минуту – это очень высокий там огня. То есть, нет такого, что, например, как часто себе представляют, там, современные люди, да, что вот сейчас там быстро стреляют автоматы, пулеметы, а тогда они там, типа, ну, там раз в час там стрельнули. Нет, просто их много. То есть, они стреляли на короткую дистанцию близко. То есть, а так непрерывный огонь. То есть, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. То есть, ну, в 30-летнюю войну, например, вот когда воевал, 30-летняя война в Европе, вот такие ушки это были. Вот. И у нас они потом тоже массово использовались где-то до середины 17 века. Даже в середину они еще использовались. Потому что у нас вообще в России был такой уникальный случай вообще. То есть, ну, как бы мы немножко шли не теми путями. То есть, у нас огнестрельная революция пошла немножко по-своему. В той части, что у нас вообще изначально был в основном кремневый замок, а потом произошел откат к фитильному. Почему? Потому что, во-первых, кремневый замок вот в такую погоду очень плохо стреляет. То есть, очень много осечек. Вот. А для армии это очень плохо. Вот. А второй момент то, что очень стали много закупать иностранных ружей, а они все были с фитильными замками. И обеспечить их кремневыми замками переделывать же надо. Ну, там, что-то думать, как бы. Это не всегда удобно. И не всегда есть нужную квалификации люди. И замки надо отдельно делать. То есть, это трудно. Соответственно, просто московские, допустим, приказы их перевооружали просто на фитиль. Принудительно просто. И говорили, что фитиль, на самом деле, в эксплуатации надежнее. То есть, вот если тебе нужно именно воевать вот в строю, фитиль гораздо надежнее. Он дает гарантию. Пока не изобрели уже такой более-менее современный батарейный замок с предохранителем, что тоже, кстати, важно. То есть, допустим, на фитильном замке предохранителем выступает то, что у тебя фитиль в другой руке. То есть, как бы, ну, поджечь случайно трудно. То есть, это надо, ну-ка, совсем быть таким уже недалеким парнем. А в кремнем замке совсем другая история. То есть, ты курок взвел, полку закрыл, у тебя там порох. То есть, ты случайно за курок, ну, за спуск зацепил, у тебя курок ударил, произошел выстрел. Хорошо, если это какой-то вверх, а ты можешь в живот там соседу выстрелить. То есть, все опирается всегда на, во-первых, на экономические возможности, да, что можем. То есть, пока, допустим, не появилось нормальное вот уже металлургия, там, литье хорошее. То есть, трудно было делать хорошие стволы. Когда появилось все, стали уже делать хорошие стволы, появились уже улучшены пороха. То есть, например, допустим, вот эти мушкеты, которые у нас, они там могут и 7 килограмм весить. У них гораздо больше калибр, больше ствол. То есть, это, ну, такая более тяжелая штука. И получается, что проблема в том, что, ну, солдат, он же не может нести на себя бесконечное количество металла, да, то есть, у него какое-то ограниченное количество. Соответственно, если вы солдату даете мушкет, который весит 7 килограмм, то, значит, соответственно, вы ему можете дать патронов, условно говоря, там, 10 патронов или 20 патронов, да, чтобы он мог стрелять. Если у вас мушкет легче на 2 килограмма, соответственно, эти 2 килограмма можно ему дать еще что-то. То есть, он может помимо мушкета еще шпагу одеть, который весит 2 килограмма. То есть, получается, что вот этот вот нагрузка на солдата, да, это постоянная борьба, как будто снаряда и брони, да, то есть, и постоянная борьба за то, чтобы солдат был как можно легче одет, но при этом максимально эффективен. И поэтому пока, допустим, не изобрели более качественную переработку пороха, приходилось затаскать более тяжелое. Потом, ну и вот так вот это все время боролось.